друзья всем привет сегодня у нас очень интересная тема это дизайн в трансформационных играх сегодня у нас будет очень интересный гость возможно вы с ним уже знакомы кто-то с ним познакомиться впервые это действительно интересный человек это профессионал с большой буквы сейчас я подожду когда он к нам присоединится мы сут также с удовольствием ответим на все ваши вопросы в чате интересует если вы хотели бы что-то узнать у меня либо у моего сегодняшнего гостя так лёш привет так видно как слышно сергей привет видно слышно хорошо надеюсь меня тоже да я тебя вижу слышу отлично всем привет друзья да с кем-то знакомы наверное с кем-то приятно познакомиться давай я представлюсь да наверное или как-то давай я тебе представлю чтобы все было все было официально я хочу сказать что смотрите человек подготовился у тебя всегда какие-то там эффекты сегодня у меня в гостях или сегодня наш совместный эфир то есть это алексей ураев известный казахстанский автор и ведущий трансформационных игр также является профессионалом настоящим мега дизайнером на мой взгляд то есть я чуть позже расскажу что многие дизайнер тоже я заказываю алексей у тебя вот ну если есть что-то добавить расскажи возможно что-то упустил всем еще раз привет меня действительно зовут алексей ураев я графический дизайнер за более чем 18 летним стажем достаточно давно в этой отрасли работаю и последние уже седьмой год до последние шесть лет с хвостиком я занимаюсь трансформационными играми провожу их участвую мероприятиях и также у меня две авторские трансформационные игры и две авторские колоды метафорических карт и вот совсем недавно раньше я синтезировать мои два направления для себя то есть я был автором своих двух трансформационных игр от образно психологической составляющей до дизайнерского оформления но и сейчас я практикую помощь коллегам в создании их собственных продуктов как непосредственно я сам рисую поле так я и обучаю людей делать это самостоятельно так что я думаю сегодня мы все эти моменты обсудим да я думаю чуть позже еще расскажем о проекте который непосредственно принимал участие да то есть это поля я знаю что сейчас ты тоже много делаешь для казахстанских авторов которые хотят создать свою трансформационную игру но мне почему было интересно провести прямой эфир с тобой потому что возможно кто-то знаешь то я провожу обучение по созданию трансформационных игр то есть и одно из направлений которым я тоже уделяю внимание это визуальное оформление назовем его так потому что я сам часто сталкиваюсь и на фестивалях часто мне скидывают какие-то игры чтобы я посмотрел сказал свое мнение либо допустим спрашивают вот хотелось бы что-то сделать наподобие такого я по своему направлению часто с этим сталкиваюсь и опять же вот я понимаю что дизайн он действительно очень важен сегодня наша тема то есть дизайн трансформационных игр потому что многие думают что самое главное заложить какую-то основу да то есть понятно что это все должно работать какая-то должна быть там гипотеза какой-то должен быть рабочий инструмент но многие забывают про дизайн что вот для тебя в первую очередь лёша дизайн в играх на что ты обращаешь внимание смотри да когда мы оцениваем дизайн в играх есть несколько аспектов на которые стоит обращать внимание самый главный аспект технически это функциональность ну то есть как минимум если у вас на поле расположена какая-то информация например текст который стоит прочитать участникам то он должен быть читабельный да потому что одно дело то что мы видим на экране когда воплощаем свою идею другое дело то что мы получаем в итоге поэтому какой бы красивый дизайн не был если на нем допустим не читается текст если он не функционален если например цвета не подходят друг другу то есть например не контрастный не позволяет выделить элемента то есть техническая сторона или например использованы элементы низкого качества это сразу видно то есть на это стоит обращать внимание изначально также конечно есть скажем так процесс сложности то есть игра может просто из разноцветных плиточек будете все как бы то есть более продвинутые варианты оформления с добавлением объемов различных текстур усложнение опять же это не должно быть ущерб функциональности игры вот ну и психологический подтекст то есть цвета должны сочетаться они должны гармонировать то есть человека игра должна не раздражать а успокаивать радовать и так далее то есть из всех этих вот кирпичиков складывается успешная игра и в принципе вы сами можете поисследовать посмотреть в интернете повдохновляться дизайнами полей и для себя посмотреть что вам нравится что вам не нравится и как это попадает под те критерии например которые я перечислил это классное замечание и я тоже всегда советую что прежде чем что-то создавать либо в каком-то направлении двигаться посреди что уже сделано на данный момент потому что как известно все гениальное просто и все гениально уже придумано да я за такая книжка воруй как художник то есть там основной посыл если вы не читали в том что нужно что-то добавить свое да то есть к чему-то уже известному добавить что-то свое и опять же то есть когда ко мне приходит на обучение то есть я в них спрашиваю то есть если у вас какие-то предпочтения если у вас какие-то референсы да то есть от чего вы отталкиваетесь даже по той же самой механике по той же самой тематике что вы хотите сейчас огромное количество игр то есть абсолютно разных и вот с чем я чаще сталкиваюсь это либо скажем так назовем слишком классический стиль да прям такой вот я даже не знаю то есть его очень сложно назвать игрой да потому что все-таки в первую очередь то есть трансформационная эта игра да то есть и она отчасти должна выглядеть как игровое поле либо совсем что-то мультяшное да тоже сейчас сталкиваюсь с тем что заявлять как психологическая игра а там какие-то условно фиксики да то есть понятно что это все может работать но часто это не коррелирует как бы ну название да то есть и внешний вид да тоже то же самое допустим допустим там худенький невысокий мужчина да то есть может заявлять что он чемпион мира по бодибилдингу то есть это может быть действительно так но все равно мы визуально как-то сопоставляем поэтому очень важно вот сохранять вот я хотел спросить у тебя насколько важно сохранить этот баланс да то есть чтобы сильно не уходить в мультяшность сильная детскость да вот чтобы не перейти совсем вот такое восприятие что ну лично на мой взгляд что такие игры воспринимаются дешево да то есть опять же мое наблюдение и совсем не перейти в так что-то такое прям серьезная такой статусная прям вот такое без намека даже на игру как как ты это рассматриваешь ну смотри можно по-разному посмотреть и согласен что слишком такие схематические простые поля они не особо привлекают внимание особенно исходя из того что это должно быть оправдано ну той подачи этой ценностью которую нужно преподнести и плюс сильно мультяшные тоже не самый лучший вариант потому что они больше ну как бы переносят нас именно в настолки для детей но тут опять же нужно соблюсти определенный дресс-код то есть для кого эта игра если это бизнес-тренажер то естественно там какое-то мультяшное оформление не пойдет и слишком там веселая то есть там нужно проявить строгость но в то же время это должно смотреться дорого не просто да то есть какие-то более строгие приглушенные цвета текстуры не слишком яркие если это например игра какой-то механикой ну сказочная пусть даже то есть там в принципе это не противоречит использовать яркие цвета потому что они оправданы тематикой для кого если эта игра например для про то что выйти замуж да как купидон естественно там используют сердечки какие-то там розовые сиреневые цвета и так далее которые в принципе не подойдут для бизнес игры там не знаю того же генезиса и так далее вот поэтому это дресс-код определенный как и мы используем в одежде так и соответственно мы используем его в играх ну и кстати это тоже про насмотренность то есть смотрите сочетание цветов сохраняйте себе какие-то варианты которые вам понравились и в дальнейшем вы сможете это импедрировать то есть принципе это не только что придумано что цвета сочетаются и не сочетаются какому направлению подходят тайменная цветовая гамма это вся информация доступна в интернете плюс есть сайты где подобраны сочетание цветов которые гармонично смотрятся и так далее то есть все в принципе это делается и это все отталкивается от определенных канонов которые ну в принципе не ограничение а подсказки но эти подсказки дают вам шанс сделать вашу игру более привлекательной для той аудитории с которой вы планируете работать и кто ваш потенциальный клиент на игры отлично да ну и я соглашусь что нужно определенная насмотренность да то есть опять же вы должны понимать как выглядят игры то есть какие варианты есть и я хочу дополнить что вы избегаете шаблонности да потому что бывает такое что все игры тематики отношения они плюс-минус одинаковые да везде там сердечко то есть ну как бы понятно что есть некие клише то есть некие шаблоны от них никуда не деться но опять же старайтесь добавить что-то свое да то есть может быть не за там сердечко но на фоне космоса да то есть это будет уже что-то отличаться да опять же вот ищите такие сочетаемые вещи то есть может быть даже иногда то есть несочетаемые да то есть экспериментируйте пробуйте креативьте потому что я опять же в силу своей работы часто сталкиваюсь с играми и я уже могу заметить на основе чего создана та или иная игра даже по дизайну да то есть что было за основу то есть иногда это настолько бросается в глаза что вызывает такой небольшой небольшой оторок да потому что ты понимаешь что но это же идентично то есть если поставить два поля рядом то они будут как братья-близнецы поэтому очень важно то есть смотреть и опять же добавлять что-то свое но и еще как скажем так непрофессионал добавлю что я сейчас уже четко понимаю как создается тезе для дизайнеров да потому что я заказываю большое количество полей я за у меня было большое количество проектов и то есть может быть и подтвердишь может быть нет как часто обращается к дизайнер мне нужно поле да то есть никакое поле никакая цветовая гамма не что там должно быть на поле то есть это чаще всего сейчас я понимаю то есть что опять же и на своем обучении я даю что четкие критерии для тезе для дизайнера да что там должно быть даже вплоть до названий как это название будет изображено там полукругом треугольником волной какие цвета будут то есть что будет на поле то есть начало середина конец то есть максимально старайтесь вот это тоже прописать в творческом задании чтобы дизайнеру было понятно потому что многим кажется что дизайнер ну поймет же да поле про любовь игра про любовь не знаю там в поисках счастья и все да то есть тебе кажется что исходя из этого даже название уже дизайнер сам придумать нет вы должны понимать что у вас должно быть свое видение сейчас я даже то есть какие-то поля то есть рисую от руки как могу да там на ватмане либо просто на листе а4 то есть уже потом скидывать дизайнеру что приблизительно вот так там круглое поле это будет треугольная прямоугольная то есть какое расположение то есть это тоже очень важно и если вы потом в комментарии нам напишите я думаю что алексей более детально сможет вам рассказать то есть поделиться что нужно для составления правильного составления тезе потому что это облегчает а то есть это в разы может сократить потому что чтобы дизайнер то есть не искал то есть не исследовал понятно что он сделать несколько вариантов то есть но чтобы вот это не происходило методом тыка желательно максимально полно расписать как вы это видите да сердце вокруг сердца солнышко солнышко не желтое а оранжевое лучики уходят там влево вправо вверх точно какое расстояние название сверху снизу где будет авторство где будет логотип и все это очень важно и советую уважать труд дизайнеров которые работают художники да и опять же очень важно найти свои его дизайнера своего художника своего правителя скажем так потому что бывает такое что вы работаете с профессионалом но просто вот данный проект он не подходит алексей вот насколько ты считаешь что дизайнер должен быть универсальным и баннера и листовки и визитки и поля и все что угодно твой взгляд но давай про первую часть про тазе сначала расшифрую для тех кто может быть не знает за это техническое задание это обычный процесс начала работы с дизайнером где вы прописываете то что вы хотите и собственно как я говорю и в играх трансформационных что чем конкретнее ваш запрос тем конкретнее ответ соответственно чем конкретнее вы пропишите свое хочу тем больше вероятностей что вот могу от дизайнера вам подойдет туда же вы техническому заданию можете приложить так называемые референсы референсы это допустим те игровые поля которые вам нравятся которые вы вам кажется что сделаны хорошо и это не значит что дизайнер просто их скопировать нет это просто ему даст вдохновение для создания вашего поля поэтому как я уже говорил собирайте те примеры которые вам нравятся и берите из них лучше чтобы ваше поле было самое оптимальное соответственно также вы можете задать некую цветовую гамму или довериться дизайнеру и соответственно ждать от него результата обычно до дизайнер предоставляет там два три варианта и и потом на базе одного из них идет определенная доработка также работа с дизайнером ведется не только на основании тз но и на основании договора да там могут быть разные условия например то что в сумму заказа вносится не более допустим трех правок остальные правки вы доплачиваете дополнительно и чтобы избежать лишних расходов повторюсь вот так и сергей сказал четче пожалуйста прописывайте свои запросы там в принципе можно это сделать и свободной форме есть и различные бланки то есть это не про ограничение а про уточнение поэтому вы можете даже его свободной форме написать про то как выбрать дизайнера универсального специализированного плюс-минус все дизайнеры могут быть универсальными конечно у каждого есть свои заточки например есть дизайнеры которые больше работают с веб с интерфейсами есть дизайнеры которые больше работают с полиграфии там и там есть свои жанры свои законы конечно трансформационные игры ближе к полиграфии но в то же время сейчас некоторые игры цифруют и там уже пригодится знание допустим дизайна интерфейсов про это про размеры кнопок про расстояние про функциональность и так далее и тому подобное вот опять же то есть это могут делать как два разных человека один основной дизайн второй адаптация под веб также вы можете найти универсального специалиста здесь я каких-то больших противоречий не вижу но единственное то есть конечно смотрите на опыт может быть на какие-то работы дизайнера что ему уже удалось сделать нравится ли не нравится вам его оформление потому что с высокой долей вероятности ваш заказ тоже будет плюс-минус похож на то что дизайнер делает в принципе и если он работает ну скажем так в одном стиле то вряд ли он вашу игру будет делать в противоположном поэтому тоже к этому приглядывайтесь чтобы потом не получить какие-то разногласия да отличное уточнение и вот следующий логично вытекающий вопрос какие критерии то есть дизайнер то есть как действительно выбрать подходящего дизайнер то есть на что обращать внимание подскажи пожалуйста ну я уже проговорил про это что смотрите на портфолио смотрите на то что дизайнер делает если допустим уже есть опыт работы с игровыми полями у человека это еще больше упрощает задачу поэтому смотрите также по цене то есть сейчас ну исходя из того что многие люди работают в онлайне не обязательно ограничиваться скажем так дизайнером локальным вы можете поискать на различных фриланс сайтах смотрите по цене смотрите по его работам ну и может быть потому как вам откликается или не откликается человек вот потому что в дальнейшем возможно если ваше сотрудничество будет плодотворным вы сможете его продолжить допустим на следующие игры или метафорические карты и так далее я хочу поделиться своим опытом то есть как некое дополнение да как я начинал работать с дизайнерами то есть какими проблемами сталкивался одна из проблем то есть действительно выбирайте в идеале то есть человека который уже работал с полями да потому что довольно часто и сложно объяснить то есть человеку который никогда с этим не сталкивался ты начинаешь приводить пример там настойных полей там монополий чего-то еще то есть понятно что опытный дизайнер он поймет вас но в любом случае как ну это на мой взгляд это займет гораздо больше времени да то есть пока мы вы ему объясните что там должно быть как это будет выглядеть ну опять же методом проба ошибка вы можете прийти к классам результату но все-таки я советую работать с теми кто уже имеет некий опыт ну и опять то есть другая грань если у человека огромный опыт именно в создании полей то там может быть опять же чем я сталкиваюсь некая шаблонность да понятно что есть свой стиль понятно что есть свое понимание свое видение даже какая-то цветовая дизайнеров кто сделал там 20 30 полей то есть я вижу общий почерк да и то есть для меня они уже как ну это мой личный взгляд да что они как будто то есть есть некий шаблон и если их поставить рядом друг с другом то есть будет понятно что это делать один дизайн поэтому то есть выбирать того кто уже работает но все равно то есть ищите и из тех подходящие на вам да то есть по тематике по оформлению я допустим часто вижу что есть люди которые работают в векторной графике есть те кто больше работают с иллюстрациями есть те кто работают в 3d вот общем нет на мой взгляд 3d не подходит вообще да то есть потому что ну эти поля мне визуально не совсем нравится да то есть хотя есть те кому вот именно 3d оформление она ближе поэтому подбирайте то что вам да то есть и опять же то есть смотрите портфолио как сказал алексей смотрите задавайте вопрос то есть не стесняйтесь а какие поля вы делали а с кем вы работали то есть можно даже написать этому человеку спросить да вот а как тебе допустим дизайнер по общению да то есть насколько важно и я всегда за профессионализм вы должны понимать что нужно максимально упростить свою работу то есть и свою работу то есть и работу дизайнер если у вас будет некий коннект да то есть некая вот эта связь работа получится намного 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 быстрее и качестве ну опять же там и такие наблюдения еще один такой вопрос с лёш поделись пожалуйста трендами 2023 года может быть цветовой гамме что что ты замечаешь но на самом деле тренд флэт графики это плоскостная графика без использования там различных теней и объемов она достаточно давно не уходит со своих позиций как ты говорил есть еще направление 3d графики направление где используется больше объемов ну так или иначе это все применяется но не так часто сейчас очень популярны истории также с рисованными элементами тем более раскручивается скажем так такое колесо популярности нейросетей которые делают такие интересные мультяшные заготовки тоже сейчас интернет полон этим и я думаю в дальнейшем это также будет задействовано направление полей игровых трансформационных игр и так далее но по сути классика она не стареет и если мы ну некий анализ делаем игровых полей то где-то вот процентов ну не знаю более 40 именно используют флэт графику то есть этот плоскостной дизайн дизайн где использованы тенюшки всякие объемчики блики он немного устаревшие смотрится но его также используют потому что ну видимо людям хочется как-то поярче что-то сделать вот ну и так же флэт можно отнести еще полигональной истории где распознать использованы различные геометрические формы фигуры которые тоже в принципе являются еще и актуальны отлично классно а по цветам то есть какие сейчас цвета в тренде но цвета в принципе в тренде приглушенные есть сайт понтона где публикуется скажем так оттенок года если не ошибаюсь такой горчичный в этом году хотя вот нужно уточнить вот вы можете вдохновляться есть замечательные сайты например adobe color где можно посмотреть трендовые соотношение цветов которые можно использовать но повторюсь приглушен на бирюзовые приглушен на горчичные такие более в теплоту цвета они сейчас достаточно популярны но и опять же весенние тренды тоже не стоит отметать это все что связано с зеленью с таким вдохновением началом жизни и так далее тоже в принципе они вот по сезону задействованы в дизайне в рекламе но и также в принципе можно это все использовать в игровых полях классно лёш ты знаешь что я восхищаюсь профессионалами вот действительно тебя я считаю самым настоящим профессионалом и тот же самый баннер который ты сделал для нашего прямого эфира на меня прям вот именно по цветам по наполнению по передаче именно информации то есть он прям произвел большое большое впечатление низкий тебе поклон и опять же рекомендую алексея вам как настоящего специалиста человек который давно работает и с картами и с играми то есть поэтому есть опыт и можете обращаться лёш такой нескромный вопрос сколько в среднем стоит услуги дизайнер на создание поля то есть опять же своим ученикам я объясняю что вы должны понимать может быть у вас может быть одно поле да то есть только игровое поле а может быть допустим там поле и еще условно там 10-15 колод карты где нужны будут рубашки где нужно будет там задний фон где нужно будет верстка вы опять же должны понимать что это нужно тоже за закладывать бюджет скажи пожалуйста некий такой диапазон цен чтобы люди могли могли понимать допустим от и до понятно что там цена может быть от нуля до бесконечности да то есть ну вот некие такие цифры чтобы людям было проще в этом ориентироваться ну действительно вариация цен большая плюс нужно понимать что затраты включает в себя не только игровое поле но также к игре идут карточки и от количества видов от количества штук этих карточек от сложности их оформления тоже будет зависеть та сумма которая будет оплачена за дизайн также это услуги полиграфии которые рассчитываются отдельно ну в целом где-то от семидесяти тысяч стоит игровое поле и вот там пятиста даже иногда двухсот тенге стоит одна карточка то есть ее оформление и подготовка к печати то есть вот от этих сумм пришите ну вы сможете в принципе перевести это на рубли или на доллары в различных там онлайн конвертерах так как мы в казахстане я все это считаю тенге поэтому смотрите опять же чем скажем так почему от семидесяти да то есть если вы конкретно знаете что хотите и дизайнер тратить на это минимум своего времени естественно это будет и минимальная цена даже с учетом того что дизайн может быть какой-то сложный интересный и так далее если это все растягивается по 10 утверждений то естественно цена тоже будет расти потому что время этот ресурс который тоже стоит поэтому смотрите сами это разовые оплаты то есть вы не платите ежемесячно дизайнеру вы один раз платите и получаете игру свою собственность и дальше можете монетизировать ее уже через проведение или через продажу да здесь отлично люди пишут что куда бы смотреть записи вы также можете написать нам вопросы я думаю что алексей я попрошу тебя то есть в комментарии указать ссылки то есть да то есть на сайт и то есть куда могут люди заходить то есть там узнавать о трендах скажем так либо смотреть сочетание цветов то есть я думаю это тоже будет очень важно и полезно но от тебя хочу добавить что вы должны понимать не экономьте никогда на дизайне то есть не экономьте на своей пусть это будет первая вторая третья десятая игра то есть вы должны понимать что это продукт который должен нравиться и вам и вашим клиентам да то есть людям которые приходят на ваши игры то есть либо это будут в будущем потенциальные ведущие вы должны тоже думать о них и меня на самом деле то есть иногда удивляет что там человек хочет вложить условно 100 долларов на мой взгляд это очень глупо вот влож enterprise это четко понимать что вложенные усилия да то есть и обратный результат то есть опять же это могут быть временные затраты там могут быть умственные затраты и там могудь службей дизайнера это может быть опять же там ка что она полиграфии качественно печать то есть все это очень важно и вот на своем обучении то есть я уделяя внимание этим нюансам, этим маленьким таким аспектам, то редко обращают внимание. И опять же, с чем я сталкивался, то есть есть дизайнер, кто там за маленькую сумму может вам накачать бесплатных векторных значков, но это потом любой дизайнер увидит, что это либо бесплатные истоки, либо это просто общий доступ в интернете, и чтобы ваш статус не падал, вы должны понимать, что лучше заплатить больше, но это будет нарисовано с нуля платно, ресурсы какие-то, те же самые, допустим, стоковые, но, допустим, платные изображения, чем это будут просто накачанные с интернета картинки, которые как-то соединены. И опять же, по дизайну, так как я давно с этим сталкиваюсь, сейчас у меня 13 своих игр, то есть я уже понимаю, то есть продающая эта игра или нет. И я думаю, что если вы потом опять напишите в комментарии, я скину вот то, что Леша, хочу похвастаться, ты мне нарисовал два поля, это игра глубина, то есть которая в ближайшее время появится, и игра темная и светлая сторона отношений тоже появится в ближайшее время, то есть я опять же ни капельки не пожалел, что обратился именно к тебе, то есть у меня полностью устраивает результат, полностью он коррелируется с моим тезе, то есть с тем, что я хотел увидеть, да, то есть там были некие доработки, но насколько я помню, то есть не так было много. И если вам интересно, потом я смогу в качестве скриншота выложить эти поля, то есть вы увидите, что Алексей делал наглядно. То есть это два поля, двух игр, которые появятся в ближайшее время и будут представлены на широкую аудиторию. Поэтому не экономьте, то есть я призываю, не экономьте. Но и опять же вы должны разбираться немножко в теме, потому что вам тоже за большую цену могут также накачать картинок, да, то есть если вы не разбираетесь, как-то их склепать. И опять же мой взгляд, то есть после, ну, работая с дизайнером, то есть не стесняйтесь скидывать кому-то там знакомым, либо друзьям, то есть я иногда тоже спрашиваю, какой вариант лучше, да, либо, допустим, какая цветовая гамма лучше, потому что я не специалист, я не дизайнер, то есть мне важно мнение со стороны, то есть не бойтесь обращаться к коллегам, к друзьям, спрашивать, а вот так вот, как вам, допустим, а если вот название вот здесь вот, потому что, то есть это тоже творческий процесс, хоть это отчасти, скажем так, такая механика, но это творческий процесс, и в каждом поле, то есть я стараюсь вложить частичку души, я знаю, что, Леш, ты тоже вкладываешь всего себя, и даже какой-то маленький проект, даже какой-то маленький дизайн, ты пропускаешь его через себя, и действительно, то есть это заметно, то есть те, кто уже с тобой знакомы, те, кто проходили твои обучения, те, кто играли в твои игры, то есть они это замечают. Леш, ну еще такой вопрос, какое оптимальное количество цветов стоит использовать на игровом поле, потому что я иногда смотрю на поля, и там скажем так, радуга, там цветов, наверное, 50, и думаешь, ё-моё, как сказать, вырви глаз, да, потому что мне опять кажется, что должно быть все, должна быть золотая середина, да, то есть немало цветов, там черно-белое, но и не огромное количество, потому что иногда смотришь, и действительно у тебя внимание расплывается, и ты уже не понимаешь, про что игра, а ты просто вот пытаешься каждую закорючку, каждое изображение рассмотреть, и то есть сбиваешься с самого процесса. Ну смотри, есть классическая схема по цветам, это 60, 30, 10, то есть 60 это основной цвет, которым заполняется большинство элементов, 30 это дополнительный оттенок, и 10 это акцентный цвет, которым выделяют ну такие элементы, на которые стоит обратить внимание, то есть эта схема, она используется как в дизайне мебели, в полиграфии, даже в картинах, но так или иначе ее можно с успехом применять и на игровых полях, но не всегда удается уложиться в эту схему, хотя она достаточно рабочая, например, если игра подразумевает наличие большего количества цветов, ну предположим, она связана с чакрами, да, там как-то и не хотел, все равно это 7 цветов, 7 чакр, и ты от них далеко не уйдешь, но тогда желательно использовать хотя бы чистые цвета, то есть чтобы это действительно не превратилось в какую-то психоделику, а то есть вот производные 7 цветов и оттенки от них, то есть уже там 8-9 добавлять, конечно, не нужно туда, вот, поэтому смотрите сами, есть несколько, кстати, вот на сайте Adobe Color тоже можно поиграться с цветом, есть несколько схем, например, комплементарная схема, триадная схема, квадратная схема, да, где от того цвета, который, допустим, вам хотелось бы точно там использовать, вы можете подобрать те цвета, которые с этим цветом сочетаются, чтобы это было наиболее гармонично, ну, в принципе, любой дизайнер, он знаком с этими схемами, и поэтому, опять же, да, в ТЗ вы можете указать, какие бы вы хотели там использовать цвета, и уже от них подбираются те оттенки, которые гармоничные, и которые будут подчеркивать, а не перебивать, например. Отлично, классно. Леша, еще такой вопрос, можешь ли ты посоветовать какие-то, может быть, есть книги, либо какие-то ресурсы, чтобы люди немножечко почитали и хотя бы немножко начали в этом разбираться, то есть хотя бы сложилось некое мнение, допустим, да, по сочетанию цветов, либо, допустим, вот как правильно, допустим, там должен выглядеть дизайн, то есть какие-то такие небольшие советы, чтобы, ну, то есть человек, если никогда не сталкивался, чтобы он хотя бы понимал, о чем разговаривать с дизайнером, да, то есть не просто, как сказать, один на русском, другой на китайском, да, вообще, а линия вообще. Нам вот написала девушка по имени Visage KZ, смотрите, да, тема дизайн-то игр, если вы знакомы с этим направлением, то подключайтесь, будет интересно. Ну, есть действительно несколько ресурсов, например, это Behance, вы можете зайти, повдохновляться, то есть там есть различные направления, в том числе и игровые поля, то есть это некое общее портфолио для дизайнеров, куда они выкладывают свои работы, какие-то заготовки, где вы можете со всем этим ознакомиться. Также полезный ресурс TopColor, где вы тоже, это бесплатный тоже ресурс, где вы можете ознакомиться с цветовыми сочетаниями и их использовать. Ну, и если вам действительно интересно это делать самому, тоже сделаю небольшое отступление, ко мне приходят запросы на то, что человек сам хочет воплотить какие-то свои идеи, и это тоже можно сделать, то есть вы можете не только заказать, например, ну, в том числе у меня дизайн готовый, но также если у вас дизайн есть в голове и вам не хватает просто знаний, чтобы его воплотить, вы можете записаться на обучение и, может быть, вам будет интересно самому этим заняться, где мы, конечно, все эти аспекты охватим. В принципе, уже у меня есть кейсы, где люди обучаются, создают свои продукты, поэтому вот если интересно, в этом направлении тоже поразмышляйте. А так, действительно, это очень классно, что мы живем век информации, век интернета, если, например, там даже около 10 лет, я не говорю уже, вот я повторюсь, занимаюсь более 18 лет дизайном, то есть раньше информация была очень сложная, не так, как ты кликнул на сайт и вдохновлялся, там накачал примеров и так далее, то есть раньше это все было очень дорого, это было именно через книги, а сейчас пользуйтесь этим моментом, то есть вы можете получить всю информацию, если вы потратите какое-то время на подготовку, на поиск референсов, цветов, перед тем, как закажете дизайнеру свой продукт, то это сэкономит вам очень много времени и денег, ну и дизайнеру тоже времени и сил, поэтому задайтесь, главное, этим вопросом, отправьте туда энергию, внимание, и вы получите то, что вы хотите получить. Отлично. Да, если у вас будут какие-то вопросы у тех, кто будет смотреть эти эфир записи, либо, может быть, после эфира у вас возникнут какие-то вопросы по созданию игр, либо по дизайну, можете писать в комментариях, мы с Алексеем обязательно на них ответим. И я хочу сказать, что к Алексею вы можете обращаться не только с запросом по созданию, допустим, там, визуального поля, но это также баннера, это также визитки, это также какие-то фото, либо изображения для Prius и Stories, то есть чем я пользуюсь, да, скажем так, то есть какие-то изготовления, какие-то шаблонов, ну и так же, как Алексей сказал, вы можете не только заказать, но можете сами пройти обучение сейчас. Я знаю, Леша, ты активно работаешь в этом направлении и движешься к созданию своей школы. Да, действительно, трансформации происходят, поэтому я сейчас работаю как самостоятельный преподаватель, развиваю свою школу, оформляю свою школу, и действительно приходят люди с теми запросами, которым я могу помочь. Кстати, расскажу еще небольшую такую историю, почему психологи интересуются темой создания самостоятельно, каких-то своих продуктов, потому что, ну, ты с этим тоже, в принципе, знаком. Сейчас очень развита тема пиратства и в России, и в Казахстане, и есть предположение, что некоторые недобросовестные дизайнеры, они сливают готовые эскизы, например, в сеть, и потом их третьи лица могут использовать, ну, собственно, некий такой контрафакт, но, к сожалению, это очень сложно проверить и очень сложно доказать, поэтому вот некоторые психологи, коучи, они заинтересованы в том, чтобы все исходные файлы были у них. Даже в ту же типографию используется все равно упрощенный макет, который, например, сложно редактировать и так далее, и поэтому вот такой запрос возник. Хотя это может быть и из интереса, что человек хочет сам попробовать, ну, это также из вот некой необходимости сохранения своей интеллектуальной собственности. Поэтому будьте внимательны, этот момент можно тоже с дизайнером проговаривать, то, что он несет определенную ответственность за то, что файлы могут утечь в сеть, потому что дизайнер будет располагать всеми теми исходными файлами, собственно, из которых состоит ваша игра. Собственно, вот такая дилемма сейчас существует. Я не могу вам сказать точного решения, но имейте просто это в виду. Да, хочу тоже добавить, что, опять же, обсуждайте, в каком формате вы хотите получить файлы, потому что это тоже очень важно. У меня был такой опыт, когда я думал, что мне скинут векторные файлы, а мне скидывали JPEG, и я потом не знал, что с ним делать и как вообще не отредактируешь. Поэтому, опять же, задавайте вопрос, спрашивайте, допустим, а смогу ли я видоизменить этот файл, либо как-то поменять цвета, либо в типографии, то есть смогут ли мне напечатать с него. Опять же, спрашивайте, допустим, мне нужен будет такой-то, такой-то размер, то есть все это очень важно. То есть если вам нужен, допустим, формат TIFF, то просите дизайнера сделать именно в TIFF. Если, допустим, в Core или CDR, то вы должны понимать, что вам нужен будет такой файл. То есть если просто JPEG, PDF, то опять же, все это очень важно. И если вы не знаете задать вопрос дизайнеру, спросите, то есть в каком формате вы мне скинете файл. И очень важно, вот опять же, то есть лично для меня, попросите, если не сложно дизайнеру, чтобы эти файлы тоже у него хранились какое-то время. Потому что бывает такое, что вы там куда-то себе перекинули, не успели сохранить, потом эти файлы куда-то делись. Почему вот я выбираю долгосрочное сотрудничество, допустим, в том числе с тобой? Потому что я знаю, что если какие-то мне файлы нужны будут, они у тебя всегда остаются. То есть мои другие дизайнеры, с кем я работал, то есть тоже у них есть файлы, то есть я могу обратиться, то есть если там что-то включилось с компьютером, либо, допустим, там файлы куда-то делись, то есть я могу попросить их, ну, мне переслать. Понятно, что это тоже очень четко спрашивает, то есть какие цвета, потому что где-то нужны там RGB, кому-то там печатать в СМИКе, да, то есть это очень важно. То есть понятно, что сейчас для многих это непонятные слова, да, то есть постепенно, вот почему я говорю, что вы хотя бы немножко должны разбираться, чтобы проходить это не методом, вопрос, ошибок, как я, да, то есть сталкиваясь там и с тем, что нужно в типографии. И также, допустим, вы должны спросить в типографии, то есть если у вас есть уже, вы понимаете, где вы будете печатать, позвоните туда, смотрите, какие файлы вам нужны, да, то есть какой формат, что мне нужно сказать дизайнер, да, потому что бывает такое, что где-то меняются немножко цвета, где-то, допустим, там аппаратура может отличаться, это тоже очень важность написать, да, очень ценная информация в свое время столкнулась с такой проблемой. Да, действительно, то есть новые авторы, то есть сталкиваются с такой проблемой, и почему мы решили провести такой прямой эфир, потому что мы с Алексеем за профессионализм, за то, чтобы действительно люди развивались, люди росли, и эта тема действительно очень важна. Леш, ну и последний вопрос, скажи вот на твой взгляд, вот я знаю, что ты тоже сталкивался с большим количеством игровых полей, вот что лично тебе нравится, что тебе отзывается, то есть может быть ты назовешь несколько игр, чтобы люди понимали, что вау, вау, для тебя вот это, скажем так, показатель, ну, некого качества, то есть понятно, что все очень субъективно, все очень, назовем так, вкусовщина, да, то есть именно чтобы понять твой взгляд, что тебе нравится, какие поля. Ну, безусловно, да, есть любимчики, но перед этим хотел бы уточнить вот предыдущую тему, которую ты разбирал, там было очень много страшных букв, там, CDR, RGB и прочее, прочее. Просто, друзья, чтобы сильно голову себе не забивать, просите всегда, чтобы вместе с готовым файлом для печати вам отправляли исходники. Исходники – это те файлы, которые можно в дальнейшем редактировать, вносить изменения, и это могут делать уже другие дизайнеры, а не только тот, который делал. Потому что если, вот как Сергей сказал вам, шлют, например, JPEG, а JPEG – это конечный файл для публикации, он не подлежит редактированию, вы, ну, ничего не сможете с ним сделать, с этим файлом, или это будет очень мучительно и долго. Просто требуйте исходник, и файл для печати, и файл для просмотра. То есть этих трех файлов достаточно, чтобы вы могли игру и распечатать, и поделиться в интернете, и, допустим, продолжить редактирование. Что касается того, что мне нравится, что меня вдохновляет, ну, безусловно, да, не буду скромничать, мне, во-первых, нравятся мои игры, потому что я их сам делал, и потому что они работают, и потому что, собственно, ну, как бы это мой продукт. Также мне нравятся, Сережки, ну, похвалим друг друга, это твои игры, мне очень нравится финансовый магнит, как сделан, то есть вот эти вот летающие деньги, вся вот эта метафора из болота, переход в чистый поток. Это классно, классно, когда в дизайне вкладывается, кроме хорошего оформления, еще и некий смысл, да, сама метафора есть, и вот эта метафора тоже у меня есть в игре «Остров гармонии», то есть метафора острова, это метафора пространства, куда попадает человек, и где может реализовать свою цель, просто поднявшись на этот остров, и потом реализовать эту стратегию в жизни, то есть есть некая смысленность, есть некая метафора. Вот, что мне еще нравится? Ну, безусловно, мне нравится по их строгости, стилистичности, идентичности игры Жени Геллера, потому что по этому дизайну можно сразу считать автора, это тоже неплохо, потому что даже если там крупно не написано, что автор Евгений Геллер, все равно у тебя глаз уже наметан, и ты видишь, вот, да, наверное, Женя постарался, хорошее, интересное поле. Да, может быть, они в некой, какой-то момент однотипности есть, но это никак их не портит, и, повторюсь, дает им узнаваемость, что тоже неплохо. Тем более, например, Геллер, он, насколько я знаю, делает персонализированные поля под каждого человека, да, оформляет. Ну, и вот, прямо из последнего мой дизайнерский взгляд порадовало игровое поле, целое состояние двух наших знакомых, Наташи Дерябиной и Ларисы Пак, то есть там очень интересный такой дизайнерский подход, я еще не встречал подобного ни на российском, ни на нашем рынке, поэтому смотрите, друзья, повторюсь, это про насмотренность, про вдохновение, это не значит, что нужно делать точно так же, как у них, но какие-то полезные, хорошие, интересные вещи стоит замечать. Ты, кстати, расскажи тоже, что нравится тебе, что ты последнего из игровых полей наблюдал вдохновляющего. Я вот, к сожалению, пока еще не видел целое состояние, я обязательно посмотрю на визуальное изображение. Также хотел бы отметить это поля Евгения Геллера, да, то есть я где-то согласен, что они, их ни с чем не спутаешь, то есть даже если Женя кому-то делал на заказ, то есть ты понимаешь, кто туда приложил свою профессиональную уроку, скажем так, то есть они действительно, то есть они отличаются, то есть они не стандартные, они необычные, то есть там есть свой почерк, там есть свое видение, действительно, как автора. Также, ну, мне нравится твое поле, это профессии, то есть оно достаточно, скажем так, несложно, то есть опять же, это идеальное сочетание того, что там должно быть, то есть не больше, не меньше, то есть именно по цветам, именно по значкам, по изображениям, то есть мне вот нравится поле профессии. Также для меня, то есть я опять же, всегда экспериментирую и с, не только с наполнением своих игр, да, то есть, но еще и с визуальным изображением. Могу отметить свое поле, это полотно судьбы, оно нестандартное, то есть там нет кубика, там нет четкого начала, нет четкого окончания, опять же, на обучении рассказывают, то есть чем игры отличаются, то есть вот для меня полотно судьбы, вот это, скажем так, мое ноу-хау, да, то есть и вот меня полностью устраивает, как оно было визуально изображено. То есть плюс в том, что там карты выкладываются, то есть на самом поле, то есть мы создаем такое некое полотно, и игра уже является не только неким, то есть предметом, который лежит на столе и по которому мы двигаемся, а это уже некий живой инструмент, где мы вот как пазлы собираем, то есть некое такое изображение. Ну и, конечно же, сейчас большое количество различных игр, то есть опять же, как ты сказал, то есть мне нравятся поля, где есть некая метафора, да, и на своем обучении, то есть я также задаю вопрос, то есть какая метафора поля, да, то есть о чем ваша игра, то есть если это бабочка, почему именно бабочка, да, почему, допустим, на поле должна быть именно бабочка, то есть какая это бабочка, как она будет выглядеть, в каких цветах, то есть почему, допустим, там такой образ, большая бабочка, маленькая, то есть ну полей достаточно много, опять же, то есть смотрите, выбирайте то, что будет отзываться вам, то есть мне нравятся все-таки такие более четкие, классические поля, то есть где небольшое количество цветов, опять же, если взять, допустим, там поля Евгения Геллера, то есть они более такие строгие, по цвету более холодные, правильно будет сказать. То есть там цвета такие... Преглушенные, да, такие цвета. Мне нравится что-то среднее. Опять же, в зависимости... И вы должны четко понимать, я также задаю вопрос, для меня все-таки дизайн, он отталкивается от названия. Если, допустим, там название в поисках счастья, на поле, допустим, гора, ну, мне сложно сопоставить. Поэтому вы должны четко понимать, что все должно быть идеально. Название, допустим, как у меня финансовый магнит, то есть на поле есть магнит, и там уже какие-то дополнения идут. Так же, как у Леши у тебя остров Гармонии, то есть там есть остров, есть понимание, в чем метафора. То же самое, допустим, в профессии, то есть там есть своя инструктура, это движение по кольцам, это соединение всего, скажем так, в всей цепочке ДНК, назовем так, ну, это опять же для меня. И очень четко отслеживайте, то есть коррелируется ли ваше название с тем, что изображено на поле. То есть и сама задача, сам посыл, который вы хотели бы вложить, потому что бывает, опять же, что поле очень классное, визуально как-то не докопаешься, но оно не вяжется с названием, и не вяжется с тем, что там должно быть, опять же, на мой взгляд, то есть мой скромный профессиональный взгляд. Поэтому все это очень-очень важно, и если вы хотите более подробно в этом узнать, обращайтесь ко мне, либо к Алексею, и я всегда советую, учитесь у лучших, чтобы, опять же, сократить вот этот путь к профессионализму, и мы делаем все, чтобы вам дать качественные знания. Леша, я хочу сказать тебе огромное спасибо. Время пролетело прям так незаметно. Если будут какие-то вопросы, опять же, пишите в комментариях, те, кто будет смотреть записи, либо какие-то вопросы у вас возникнут. Я выложу в сториз поля, которые ты рисовал для меня. То есть я думаю, что ты также можешь выложить у себя дизайн полей, которые ты делал для других людей, либо, опять же, напомнить дизайн своих полей. Мы также укажем ссылочки, где вы можете, Леша, то, что ты посоветовал, я попрошу тебя также в комментариях написать. Ну, если будут какие-то вопросы, пишите, с удовольствием ответим. Леша, напускаю тебя. Друзья мои, спасибо, что были с нами. Вижу очень много знакомых лиц. И вот Евгения заходила, и Сейде заходила, вот Татьяна Федорова подключилась. Большое спасибо и Траектории Успеха за вопросы. К сожалению, не могу сейчас связать имя с этим аккаунтом. Все вы молодцы. Я думаю, что для вас это было полезно. Ну, Сереж, хочу к тебе сказать на путь. Я очень жду презентацию твоей, говорит, Лубина. Очень хочу на нее попасть, поиграть. Всем, друзья, я все оставлю. Ну, к сожалению, в постах, в комментариях неактивны будут ссылки, потому что такая особенность Инстаграма, так что, возможно, вам придется просто ручками их потом набрать. Или я напишу название, вы через Google зайдете. Но так или иначе это абсолютно несложно будет. Сереж, спасибо за такую возможность. Действительно, это очень полезно для нашего сообщества. Игропрактиков, арткоучи, друзья мои, творите, создавайте свои продукты, прибегайте к услугам дизайнера. Все, что мы делаем, все это приносит пользу людям, поэтому будем дальше на этом поприще развиваться. Все, всем пока-пока. Да, Сережа, спасибо тебе за эфир. Да, всем удачи, всем отличного дня. Леша, до новых встреч.